27 марта отмечается Международный день театра. В 2013 году студенческому театру «Улыбка» было присвоено звание «Народный». У нас в гостях руководитель театра Наталья Львовна-Магельницкая. Наталья Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Львовна, вот уже больше 22 лет ваш театр радует зрителей своими постановками. Скажите, в чём секрет долголетия? Я думаю, в творчестве. Потому что театр — это такое действо, союз творческих людей, которые создают что-то. И, как сказал Чехов, тот, кто познал радость творчества, никогда ни на что его не променяет. Это точно, я с вами согласна. Наталья Львовна, традиционно в день театра у вас состоятся премьеры. Расскажите, что будет за премьера вот в этом году? Мы уже несколько лет подряд обращаем внимание своё при выборе сценариев на музыкальные спектакли. И, значит, ну, по крайней мере, один раз в год обычно мы даём две премьеры. Ну и небольшие ещё какие-то постановки делаем. Значит, одну, по крайней мере, мы посвящаем музыкальным таким спектаклям. И в этом году весна. Нам захотелось повеселиться. Поэтому мы выбрали «Летучую мышь» Ягана Штрауса. Но вообще спланировалось, что это будет настоящая оперета. Надо сказать, что это достаточно сложная и большая вещь. Она три часа в спектакле идёт. У нас получается, значит, порядка полутора часов или час сорок. Это полноценный спектакль. Но, наверное, всё-таки не совсем оперета. Это больше просто спектакль, который украшает прекрасная музыка Штрауса. Ничего себе. Наталья Львовна, я вот поражаюсь вам. Не всегда студенты у нас активно участвуют в каких-то культурно-массовых мероприятиях. А особенно затащить их в постановку, где требуется огромная подготовка. Огромная подготовка. Это выучить текст. Вы же не сокращаете текст. Берёте произведение. Очень большой труд. Очень большой труд. Как вам это удаётся? Я вот скажу, что наши ребята, видимо, от того, что этот театр есть, слава богу, и они видят, вот как работают их старшие товарищи, у нас нет такой проблемы затащить. Во-первых, те, кто хотят, они сами идут. И от того, что они сами сделали этот выбор, их не нужно принуждать. Они с удовольствием занимаются этим видом творчества. Они себя находят, раскрывают. Им это нравится. И потом, мне кажется, очень важно, какой материал ты выбираешь для постановки. А мы стараемся выбирать классику. И неважно, какая-то зарубежная. Вот Бернард Шоу, например, прекрасная. Мы, значит, ставили «Моя прекрасная леди», Пидмалион. И нам очень понравилась эта постановка. Или там «Тётка Черлея». «Здравствуйте, я ваша тётя». Всем, наверное, больше известно это название фильма по мотивам поставим. Вообще это оперета. Или, ну, в общем, классические какие-то произведения. Или Чехова мы ставим. Или, скажем, вот таких классиков, как «Сологуба», «Кони», которые, в общем-то, может быть, уже не очень известны современной молодёжи. И, с одной стороны, мы знакомимся с этим творчеством, открываем для себя вот этих писателей, сценаристов. И, с другой стороны, классика работает на нас. Даже если нам где-то не хватает, может быть, мастерства. Но вот такое честное отношение вот к этому делу, да, мы очень стараемся. И вот такое, значит, душевность и вот молодой задор, и всё это, в общем, с лихвой покрывает. Значит, ну, значит, перекрывает вот недостаток, может быть, умения. Вот так я думаю. А вот сам вот этот классический материал, это вот как на коня вскочил, и он нас несёт, мне так кажется. Да, здорово. Но классику играть сложнее, да? Почему? Потому что постоянно же требуются какие-то новые костюмы. Костюмы тех времён, где вы берёте финансирование. Вот с этим как раз плохо, потому что звание народного есть, а финансирование-то, наверное, нет. Вот, я имею в виду, что, ну, надо, вы знаете, может быть, где-то наша нерасторопность, мы занимаемся больше творчеством, а нам надо привлекать людей, которые бы могли писать гранты какие-то. Это, видимо, так сейчас. И это, наверное, правильно. Мы здесь недорабатываем в этом смысле. Поэтому, ну, к сожалению, ну, может, к счастью тоже, потому что мы и сами изготавливаем костюмы. Но хотелось бы качественные, потому что если, ну, и зрители наши отмечают, что у нас очень красивые костюмы, очень красивые. Может быть, они не всегда совпадают там с той эпохой, ну, вот по нашему мнению как-то. Ну, вы знаете, я смотрю, значит, театральные встречи, там вот канал культуры, режиссер там такое напридумывает, и 15 век, а там, простите, его переносят 30-е годы прошлого века. Вот Иоланту я смотрела, ну, просто я это не принимаю. Да, я этого не понимаю. Мне кажется, что если автор вот так это видел и думал, мне понравилось, как любимый режиссер сказал, покойный, да, он говорит, когда его спрашивали о ревизоре, который он ставил, и как я могу изменить хотя бы пуговицу в костюме, не говоря о том, что какое-то слово, которое великий, Гоголь, там, и думал, как он это видел, и он очень трепетно относился к материалу. Я думаю, что вот это более правильный подход. Ну, это, в общем, всё равно дело творческое, вот, и каждый сам для себя решает. А насчёт костюмов, да, есть проблема. Ата Львовна, а как вы думаете, вот студенты, участвуя в таких мероприятиях, что это им даёт? Мне кажется, они становятся вот на голову выше обычных, да, вот детей. Ну, вы абсолютно правы. Я считаю, что, да не я считаю, так оно и есть объективно, да, что те, кто занимаются вот театральным творчеством, прежде всего, да и в других делах, так, они, конечно, себя, ну, как-то развивают, да. И есть такие произведения, которых, возможно, никто бы и не прочитал из них. А они их не просто прочитали, а выучили наизусть. Я очень рада, что есть у нас такие ребята, которые полюбят театр по-настоящему. Они уже его любят сегодня. Спасибо, Наталья Львовна. Вам больших творческих успехов. Вам и вашим артистам. Я хочу пригласить жителей города на премьеру, которая состоится 27 марта в техникуме аграрно-экономическом в 13 часов. Вход бесплатно. Вы получите большое удовольствие. Это была программа СИЮН. Сегодня в студии у нас была руководитель театра «Улыбка» Наталья Могильницкая. До встречи. Вернуться в прошлое стало возможно. В Ниньском краеведческом музее открылась выставка «Листая старые фотоальбомы». На выставке представлено более 40 черно-белых фотографий, которые отражают отдельные страницы жизни Наринмара, начиная с его основания и до 90-х годов 20 века. «Листая старые фотоальбомы» – это выставка, где можно не только посмотреть, но еще и подсмотреть. И узнать, как жили в 50-е и 60-е годы наши земляки. И хозяева будут не против. Это единственная возможность побывать в гостях у жителя прошлого столетия без приглашения. И никто вас не обвинит в излишней любопытности. Наоборот, любопытство приветствуется в любых проявлениях. На этой выставке есть все, чем жил Наринмар в 50-х. Даже знаменитые рыбные консервы. Молчаливые свидетели той эпохи аккуратно по-советски пирамидкой лежат на стенде. Прикоснуться к истории города через черно-белые фотографии можно до 4 апреля. Юбилей Наринмара отпраздновали 10 марта. В 1935 году рабочий поселок Наринмар получил статус города. Тогда Красный город ничем не напоминал столицу округа – деревянные мостовые, бараки, бездорожье. Спустя 80 лет – современные и красивые здания, развитая инфраструктура. В этнокультурном центре Арктика прошла презентация книги «Ах, любовь» – лауреата первой премии литературного конкурса «Писатель года» в номинации «Романтика» Ольги Крупенье. По мнению российских критиков, проза Ольги Крупенье прозрачна и честна. За динамичностью и глубиной сюжета вскрывается не только мастерское владение пером, но и способность донести до читателя истину. «Ах, любовь» – это сборник рассказов, чаще всего биографических, охватывающих и детских воспоминаний, и современной истории жизни автора. Презентация книги состоялась в Эднокультурном центре. Это уже третья книга Ольги Крупенье и свидетельство высокого уровня литературы немецкого округа. В Наринмаре наградили «Женщин года». В церемонии награждения приняли участие главы российских городов, приглашенные на заседание Координационного совета. Конкурс был объявлен в декабре прошлого года. Региональным отделением Союза женщин России проводился по 15 номинациям. Верность делала женщина-предприниматель служения людям, преодоление и другие. За победу боролись самые достойные представительницы региона – общественные деятели, руководители, женщины, занимающиеся добровольческой деятельностью и бизнес-ледием. Премия «Женщина года» проводится региональным отделением Союза женщин России. Почетной наградой удостаиваются представительницы прекрасного пола разных профессий, добившиеся значительных успехов в своей деятельности, пользующиеся уважением, авторитетом среди коллег и жителей Ненецкого автономного округа. В Наринмаре завершился конкурс среди воспитателей. В детском саду «Семицветик» подвели итоги окружного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель-2015». Окружной конкурс «Воспитатель года-2015» проводился Департаментом образования, культуры и спорта и Центром развития образования. Очень большая работа предстоит Центру развития образования, потому что победителя надо специально готовить к этому конкурсу. Очень много разных требований, которые мы стараемся выполнять. За звание лучших поборолись пять педагогов из дошкольных учреждений Ненецкого округа. В нем приняли участие педагоги из детских садов «Радуга», «Семицветик», «Сказка», «Детский сад номер один» и поселка «Каратайка». Конкурсантка предстояла пройти несколько испытаний, открытые занятия с детьми, творческая презентация, мастер-класс аудитории взрослых. Лучшим воспитателем стала Мария Шашолина. Она представит наш регион на всероссийском конкурсе.